В «Газпромнефть-Муравленко» продолжается конкурс профмастерства лучшей по профессии. В очередной номинации свой профессионализм показали 23 машиниста насосных станций. Репортаж Ольги Черной. Очередной этап ежегодного конкурса традиционно проводится на территории кустовой насосной станции номер 15 Сутарминского месторождения. 23 машиниста готовы к профессиональному состязанию в теории и практике. Методы поддержания эффективности системы пластового давления, признаки динамического и объемного насосов. Что такое кавитация и гидроудар? Это лишь малая часть вопросов, на которые должны были ответить машинисты насосных станций по закачке рабочего агента в пласт. Всего в тестовом задании 47 вопросов, включающих все направления профессиональной деятельности конкурсантов. Касается вопроса полностью специальности машиниста насосной станции, это в основном то, что касается производства, обслуживания кустовой насосной станции, вопросы по оказанию первой медицинской помощи, вопросы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также сюда ходит раздел электробезопасности, пожарной безопасности, техника безопасности. Во время практического этапа участникам конкурса предстоит выполнить задание по остановке насоса, ремонту маслосистемы с заменой фильтра, затем запустить оборудование в работу после ремонта. Члены конкурсной комиссии требовательны к каждому участнику. Оценивают не только правильность действий, но и грамотность пояснений. Полностью весь процесс, последовательность, все комментируем, показываем, рассказываем. Очень волнительно. Так-то несложно, все в принципе понятно, но очень волнительно, когда, ну, как экзамен. Вот в этом сложность заключается. После нескольких часов конкурсных состязаний участники облегченно вздыхают. Комиссия подводит и оглашает результаты. По итогам нескольких часов волнительных соревнований лучшим по профессии признан машинист насосной станции Сутарминского участка Владимир Нестеренко. Второе место у его коллеги Рустама Тагиева. Третье призовое место присудили машинисту Сугмутского участка Гузелии Макеевой. Я бы сказал, что еще неудовлетворенности, потому что я готовился к этому конкурсу достаточно плотно, усердно, давно повторял, учил. И то есть я считаю, что я достиг то, к чему шел. Результаты оказались достаточно с большим разбросом. В некоторых моментах мы даже сами удивлялись результатам тем, которые получились от людей, скажем так, которые были аутсайдерами. И это вызвало в большей степени приятное удивление и, соответственно, надежды на то, что эти люди имеют большой потенциал. Впереди у победителей локального конкурса новые испытания. В августе в Ноябрьске пройдет конкурс профессионального мастерства лучшей по профессии среди дочерних обществ компании «Газпромнефть», где муравленковцам предстоит отстаивать честь своего предприятия. Ольга Черная, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.